Наше путешествие в район Southern Highlands из района Central Coast началось рано утром в 6 утра. Как видите, в это время на дорогах могут быть невероятно сильные туманы. Для меня это вообще было нереальным открытием, что когда я приехала первый раз в Австралию и увидела такие туманы, что такого просто бывает. То есть это облако впереди нас, это не облака, это не дым, это реально очень сильный туман, который находится рядом с рекой. Так вот, мы поехали в это время, потому что хотели избежать commuter traffic. Я рассказывала о том, кто такие коммьютеры. Это те люди, которые едут на работу по одному тому же маршруту каждый день. Огромное количество людей как раз являются коммьютерами в Сидней из района Central Coast, потому что они там работают. И некоторые люди предпочитают ехать на поезде, потому что в поезде можно поработать или просто отдохнуть, в то время как некоторые люди едут на машинах, несмотря на то, что в городе платная парковка. И вот те люди, которые едут на машинах, они очень часто застриют в трафике, несмотря на то, что скорость на австралийских привеях 110 км в час, но, тем не менее, огромное количество как раз машин будет ехать на работу и с работы в районе 7 утра или же как раз уже после пяти вечера. И вы увидите, какой будет трафик на обратном пути. Вы увидите, что по каждую сторону из меня это песчаник. Просто удивительно, что когда в Австралии строились вот эти вот автобаны, вот эти вот горы из песчаника разбивались динамитами, что, конечно, был колоссальный труд. Постепенно мы начали заезжать в район Западного Сиднея. Он выглядит точно так же, как обычный частный сектор, австралийская субербия. И вот если утром он выглядит еще неплохо, то, как я говорю в последнем видео, вы увидите, каким образом он выглядит во время комьюти-трафика. Наш путь в район Southern Highlands лежал через лес Белэнгло. Я расскажу вам о особенности этого леса, но на самом деле это нереально красивое место, первый сосновый лес, который я увидела за очень долгое время, живя в Австралии. По дороге в этот лес мы где-то проехали, наверное, часа полтора. То есть дорога, на самом деле, в Сиднея и Сентралкоста занимает на машине где-то час, час двадцать, в зависимости от того, какого времени вы едете. Но когда ты выезжаешь за город, все, конечно, фривей намного-намного лучше, намного быстрее. И после того, как мы проехали где-то час двадцать, мы уже находимся в обратную сторону Сиднея. Мы решили остановиться на таком-нибудь стопе, просто посмотрите, в каком они состоянии. То есть это место находится за пределами города, это как в нашей области. И это просто такая небольшая остановка, где можно отдохнуть, где очень часто останавливаются грузовики и траки. И вот просто можно отдохнуть и, в принципе, воспользоваться всеми необходимыми нуждами. Первая небольшая остановочка, такой дед-стоп в достаточно красивом месте. Мы проехали через западный Сидней, который достаточно в ужасном состоянии, с огромным трафиком. И вот сейчас находимся по другую сторону от города, который называется Кэмпбеллтаун, от реально Сиднея. И остановились на небольшой остановке, чтобы, может быть, купить каких-нибудь местных фруктов, которые за моей спиной, но и, естественно, воспользоваться прекрасными, прекрасными достопримечательными зданиями, такие как Тупалет. Кстати, вот в такие вот места. Это вот такая называется The Rest Area. Очень часто здесь устанавливаются всякие как раз траки и так далее. Они находятся, в принципе, по любую сторону от привея, по любую сторону от моторвея. То есть это достаточно такое стандартное место. Ладно, прощаюсь с вами ненадолго. Таким вот образом, кстати, выглядит туалет на такой пригородной остановочке за городом. То есть достаточно в адекватном состоянии чистенько. С мылом и все остальные. Прикольно. Да, я не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте, вы продаете черри? И сколько они? Я купил типа 25 долларов на килограмме, где я купил конкретную размер. Хорошо. Вы имеете ли всего 10 долларов на бокс? 10 долларов мы имеем, но маленькая. маленький размер можно ли я посмотреть? да, обязательно огромное количество таких как раз небольших рынков которые, ну как вот везде, как в Украине когда выращивают просто свои местные фрукты и овощи и продают на таких педстопах, что на самом деле иногда может быть очень хорошо потому что очень часто там цены будут очень-очень даже адекватные и на самом деле я периодически сама езжу в магазины со свежевыжатыми продуктами, посмотрите, есть ссылка сверху на видео, как выглядят такие вот небольшие маркеты в австралийских деревнях как я и говорила, мы решили сначала заехать в лес Балайнколов в Сосновый лес, потому что я очень хотела увидеть Сосновый лес, который я не видела очень долгое время и я не знала тот момент как мы сюда заехали, мы завернули в правую сторону, нам нужно было пересечь двойную встречную полосу со скоростью 110 км в час по которой едут машины и это на самом деле огромная редкость для Австралии для нас это было удивительно поэтому я очень сильно концентрировалась на дороге обычно ты когда едешь по автобану в Австралии по фривейу там есть отдельные такие выезды по левую сторону от тебя в то время как здесь пришлось пересечь встречную полосу, что было ну очень-очень-очень странным и на самом деле это было достаточно, как мне показалось опасным это было достаточно опасным и я думаю, что это просто и я думаю, что это просто так красиво интересно, если есть ли там ни разу или что-то, потому что если есть ли там, то можно просто просто по-другому я бы что-то там это может быть Я не знаю, что это не так, но это все еще cool. Смотри, что там есть маленький лагерь. Да, это очень большой. Это очень красиво. Смотрите, это невероятно. Я не знаю, что это. Это так красиво. Я люблю классный клуб. 21 градусов. Да, это очень круто. Да, это очень круто. Я могу видеть. Я надеюсь, это было бы не так. Оранжевый мусор. Где? О, лисички. Где? Да, это. Они немного старые, но это всё. Как они называются на русском? Лисички или рыжики? Я пытаюсь сказать в русском. Что мы сейчас находимся в лесу Балангала. Я вам немножечко расскажу о нем чуть позже, чем он знаменит. Но от нас этот лес находится в двух с половиной часах езды. И это одна из таких немногих сосновых плантаций в Австралии, что встречается достаточно редко. И, конечно, вот рядом с домом температура была больше 30 градусов, а сейчас просто отлично прохладно. И мы нашли первые грибы, которые называются рыжики, вот в середине лета. В середине, начале лета, сейчас декабрь, то есть конец декабря. Что достаточно вообще так необычно, потому что за грибами я не ходила уже миллион лет. И я уверена, что мы сейчас еще найдем маслят, и еще чего-нибудь. Но пос... Джош нашел огромный гриб. Джош нашел огромный гриб. Сейчас пойду посмотрю, что он нашел. И я уверен, что вы тоже санитируете свои руки. Это милый гриб. Это? Окей, папа-мама. Я их по-садерию. Это немного новая, это тоже. Да. Сигурно нужно взять бы с нами. Мы могли бы establish что-то с этим. Может быть, что он этот уникальный. Это только что-то старое, потому что вы можете видеть это. Да, это немного старое, но это не слишком холодно. Да. Поглублено. Сностью позитивно. Еще один рыжик. Мы находимся в сосновом лесу, это просто невероятно, блин, это так хорошо, здесь так прохладно, это очень круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дож говорит, что я забывала, что это сосновая плантация не была посажена для эмигрантов из восточной Европы, что сосновая плантация здесь была посажена для дерева. Продолжение следует... Дож говорит, что каждый кусок леса врубается каждые 30 лет. Высаживаются новые такие вот ёлочки. Ёлочки. Ты знаешь, что ёлочка есть? Моя. Ёлочки. Много ёлочек. Много ёлочек. Много чаще. Вот мы дошли с того конца леса, через эту пробку к новым деревьям, о котором говорит Джош. То есть эти, получается, ели, сосны были посажены не так давно. По сравнению вот стены. И они будут здесь 30 лет, пока опять не придет время их вырубать. То есть в Австралии, получается, вырубают такими сегментами. Я не знаю, как в Украине, но здесь очень сильно свидетельствуют. Я не знаю, видно, если не видно. Очень красиво. Да. Очень красиво. Я не знаю, где камера caught them, because it's, like, quite far away, but it's pretty close. They're tiny. They're tiny. Маньяки из Америки, который убил больше 30 женщин или что-то типа того. В Австралии был свой серийный маньяк, который здесь орудовал с 1989 года по 1993. Его звали Авен Мелад. То есть жертвами его были в основном хичкайкеры или бэкпекеры. Это автостопщики, то есть те ребята, которые просто останавливали попутки. И, к сожалению, некоторым из них повезло меньше, чем другим, потому что они попали как раз в руки этому Авену Меладу. И суть была в том, что он как раз ловил этих попутчиков, бэкпекеров и завозил в этот сосновый лес, после чего, к сожалению, он их убивал. Как вообще о нем нашли, как о нем узнали и что вообще произошло, как он попался. Ну, изначально, собственно, начали находить трупы, то есть кости этих ребят, которые были в лесу. Просто люди, которые ходили на пробежку или которые жили в этом лесу. Но одному из этих опутчиков удалось стяжать. Один из хичкайкеров, то есть из бэкпекеров, автостопщиков из Великобритании, которого звали Пол Ольянс, попался к этому Авену Меладу. И Авен начал его как раз завозить в этот лес и сказал, что это ограбление. То есть он начал доставать веревку из машины и сказал, что это ограбление. Я хочу завязать твои руки, типа что ну отдавай мне все, что у тебя есть. И Пол подумал, что это достаточно странно, что ограбление в середине леса бэкпекера, у которого ничего нет. И что ему пришло в голову? Он крикнул, ой, слава богу, рядом со мной милиция, слава богу, здесь милиция. И Авен просто отвернулся. И, собственно, этому Полу, этому парню удалось выбежать из машины. И он начал бежать по дороге зигзагообразным путем, потому что у Авена было ружье. И, собственно, он не застрелил Пола. Ему удалось убежать как раз благодаря вот этого зигзагообразной паттерна, то есть шаблона. И, к сожалению, как я сказала, повезло немногим. Но Авена все-таки посадили. Посадили его. Дали ему семь пожизненных заключений за каждую жертву, которую он убил. И суть в том, что был он, сидел он в тюрьме в Нью-Саус-Велсе. И умер он в 2019 году, то есть два года назад. Но здесь до сих пор есть мемориал с жертвами. На самом деле лес очень такой находится далеко от всего. Поэтому, конечно, неудивительно, что здесь нужно было просто заблудиться и, скажем так, попасть только к этому плохому-плохому человеку. И вот то самое место, где находится мемориал с жертвами Авена Мелата. У нас есть Аня. Аня Хабский, в Германе, в Германе. Габа Катунгебауа. Снима Латаш Минджиа, в Астрибултан. Дво австралия, три человеки, друзья, в Германе и две человеки, в Украине. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok